Итак, второй этап. Семья перешла на второй этап. Чем он характерный? Семья начинает интенсивно расти, увеличивается количество пчел. Так как в улей начинает поступать свежий нектар, свежая пыльца в больших количествах, начинают потихонечку зацветать садки, пчелиная семья начинает интенсивный рост. Ну и погода становится более теплая, чем она была в марте месяц. Так вот, ко второму этапу семьи пришли вот с такими вот показателями. Расплод в этой слабенькой семье был две рамки, он вышел. Итого у нас уже стало четыре рамки молодой этого года пчелы, которая способна выкармливать расплод. То есть пчел-кормилец. Здесь у нас было три рамки, значит стало шесть рамок молодой пчелы, которая может выкармить расплод. Здесь у нас было пять-шесть рамок, значит у нас стало десять-двенадцать рамок пчел-кормилец. Старая пчела, три-три с половиной рамки, она практически вся отошла. Она уже свое отжила. Она выкармила первый расплод и склеила крылья. Больше у нас ее нет. И на первое апреля, на начало второго этапа, имеем вот такую вот диспозицию. Вся пчела у нас молодая и хорошая матка. Так вот, яйцекладка маток в это время ограничивается только пчелами-кормилицами. И если на первом этапе из четырех рамок пчел, которые зимовали, у нас было только две рамки молодой пчелы, которые может выкармливать расплод, то на начало второго этапа у нас этих пчел, которые могут выкармливать расплод, уже четыре рамки. Значит, пчелиная матка может отложить четыре рамки расплода. Здесь матка может отложить шесть рамок расплода. Здесь матка может отложить свой максимум. То есть, восемь рамок приблизительно. Ну, скажем так, средняя по качеству матка не может отложить больше, чем восемь рамок расплоду. А молодых пчел у нас десять-двенадцать рамок. Итого у нас остается лишних четыре-шесть рамок пчел, которые не участвуют в выкармливании расплода. И вот когда зацветут садки, четыре-шесть рамок пчел унесутся за медом и будут собирать вам мед. Остальные восемь рамок будут выкармливать и греть расплод. То есть, это практически уже роевое состояние. Если нет медосбора, то эта семья будет роиться. То есть, практически сильная семья второго этапа быстрого наращивания семей не имеет. Она сразу переходит на третий этап. На роение. Напишем здесь. Третий этап. Роение. И вот сильная семья проскакивает второй этап и сразу уходит на роение. Она уже в апреле месяца может роиться, если нет взяток. Если есть взяток, то она полетит за медом. И такая семья может вам или принести меду, или она сроится. В семьях, которые на момент облета были слабыми и средними, соответственно, роения еще не будет. Но яиц матка откладывает столько, сколько есть молодой пчелы. То есть, четыре рамки и шесть рамок. Притом, если погодные условия такие, как в этом году, то есть холодно, то пчелы бывают, вот они сидят на рамках, на рамках, на рамках. У них расплоду много-много-много. Четыре рамки. И тут вдруг грянули холода. То есть, минус температура у нас была, минус один, минус три. И пчелы в это время начинают сжиматься. То есть, греют расплод, они сжимаются. И бросают одну рамку расплода. То есть, выгревает только три рамки расплода. А одна рамка расплода погибает. Таким образом, холодная весна, плохие погодные условия весной могут затормозить вот этот вот второй период роста. Так вот, когда на ютубе там показывают, я вот ставлю вощину в разрыв гнезда, то в холодную весну этого делать нельзя. Потому что вы затормозите рост семьи. То есть, обречете одну рамку расплода на погибель. В холодную весну надо с этим делом быть очень аккуратно. Так вот, на начало второго этапа снимается ограничение пчелиных семей. И начинается период расширения. Как частенько мне пишут в комментариях в апреле месяце, сожми пчел, убери лишние рамки. Так вот, в апреле месяце, когда пчелиная семья перешла на второй этап, никаких ужатий семей быть не должно. У матки всегда должна быть одна-две рамки для слабых семей или для средних семей. Три-четыре рамки. Суши под засев. Суши под засев. Всегда должны быть свободные рамки под засев. Если погодные условия будут холодные, пчелы сожмутся, она туда просто не будет засевать. Если погодные условия теплые, пчелы могут обогреть эти рамки, которые вы поставили, сушью пустые, матка тут же их засеет. Во второй период развития пчелиных семей никакого ограничения под расплод для матки быть не должно. Это не значит, что надо в пчелиные улии поставить 20 рамок или 24 рамки, но всегда у матки должен быть запас одна-две рамки чистых, подготовленных суши под расплод. Сильные семьи, у которых больше 2 килограмм пчел, соответственно, никаких проблем не имеют. Они второй этап проскакивают и сразу идут на третий этап, то есть они уже роятся. И таким образом, этот этап длится тоже около 30 дней. И вот третий этап приходит где-то к первому мая. Ну, зависит от походных условий, конечно. Потому что второй этап всецело зависит от погодных условий. Чем теплее, тем быстрее они пройдут этот второй этап. Чем холоднее, как в этом году, тем длительнее будет этот второй этап, потому что пчелы будут бросать расплод. Раз они его бросили, значит он погиб. Матка может отложить яйца, она и будет их откладывать, но так как идут похолодания, пчелы сжимаются, клуб сжимается, пчелы расплод бросают, расплод гибнет. И это увеличивает время пчелиных семей на втором этапе. И вот приходит третий этап. Смотрим, что делается с семьями. У нас было четыре рамки молодой пчелы. Теперь эта молодая пчела, через 30 дней половина из нее погибла. Делим на два. Осталось у нас на переход, на третий период, две рамки пчелы. Первой, которая выявилась. И из этих четырех рамок вышел расплод. Из одной рамки расплода получается две рамки пчел. То есть умножаем на два. Четыре на два, восемь рамок молодых пчел, которые способны выращивать расплод. То же самое и здесь. Остается три рамки первой пчелы, потому что пчела износилась за 30 дней, и половина из нее склеила крылья. Из шести рамок вышло 12 рамок молодых пчел, которые способны выращивать расплод. То есть пчел-кормилец. Ну а эта семья, соответственно, уже давно сраилась, и она нас уже как бы и не интересует, потому что эта семья уже в стадии роения. Чем характерен третий этап? То есть можно провести вот так. Для слабых и средних семей он начнется где-то первого мая, для сильных семей он начнется первого апреля. Чем он характерен? Рост семьи уменьшается. То есть если здесь был быстрый рост, интенсивный, то теперь рост семьи замедлился. Уже не так сильно семья растет. Много лишней молодой пчелы, потому что матка хорошая среднего качества может отложить 8 рамок расплода. Это максимум, что она может отложить. А у нас, у слабой семьи, есть 8 рамок. То есть матка отложит все 8 рамок. Есть пчела для ее, скажем так, для выкорма этого расплода. В средней семье матка все равно отложит 8 рамок. 4 рамки новой пчелы у нас лишней, потому что 12 минус 8, 4 рамки пчел лишних. И плюс те 3 рамки, которые остались. Итого у нас 7 рамок лишней пчелы. Здесь у нас, соответственно, в слабой семье 2 рамки лишней пчелы. Ну а здесь уже все давно пороились. Так вот, если нет медосбора, слабая семья, у которой 2 рамки пчелы лишних, она роится вряд ли будет, но уже будет в предроевом состоянии. Как только наберется где-то 4-5 рамок пчелы лишней, она изроится. В средней семье есть 7 рамок лишней пчел. И если нет медосбора, то это неизбежно роение. То есть уйдет рой. То есть если перевести в килограммы, здесь 10 рамок пчел, 1 килограмм пчелы это 4 рамки, это значит 2,5 килограмм пчел в слабой семье. 8 плюс 7 это 15 рамок, делим на 4 это где-то 3,8-4 килограмм пчел. Ну а тут уже все пороились. Здесь я немножко неправильно сказал, не 2 килограмма, не здесь 2 килограмма. 7 евро его и состояние сильные, перейдут те, которые имели на время облета, на время облета 2 килограмма пчел, то есть 8 рамок. Вот если семья на время облета имеет 8 рамок пчел, то она скорее всего пойдет вот по этому сценарию сильных семей. Семьи, которые имеют менее 2 килограмм пчел на время облета, пойдут или по этому сценарию, или по этому сценарию. Итак, на 1 мая имеем такую вот картину. То, что было слабой семьей, теперь стала вроде как сильная семья на начало облета. То есть она имеет 2,5 килограмма пчел, то количество пчел, которые имела сильная семья на момент облета. Средняя семья, соответственно, имеет 4 килограмма пчел, это уже довольно приличная семейка. То, что имела на начало облета больше 2 килограмм пчел, уже давно израилось, еще месяц назад. Средняя семья уже будет роиться к 1 мая. Слабенькая семья, которая на облет была слабенькой, она будет роиться где-то через 15 дней. По мере выхода пчел из ячеек рождения молоденьких пчел к этим двум рамкам лишней пчелы будет добавляться еще там по одной, по одной, по одной, по одной. Наберется критическая масса, и семья тоже через 15 дней израится. То есть приблизительно 15-20 мая эта слабенькая семья будет тоже роиться. Это если были более-менее погодные условия. Вот такие вот они три этапа развития пчелиных семей. Ну и в этом году мы подходим вот уже к 1 мая. Должна быть у нас вот такая вот картина. Если весна была холодная, то, соответственно, все эти сроки немножко сдвинулись, я думаю, дней на 10-15. И будем иметь в этом году вот эту вот всю картину через 10-15 дней. То есть к 10-15 маю. И надо будет уже применять противороевые методы. Опять же повторюсь, все это можно прочитать в этой книжечке. Почитать, что я ничего не выдумал. Ограничение пчелиных семей, потому что надо различать ограничения и сокращения. Это не одно и то же. Это только слова похожие. Так вот, ограничение пчелиных семей применяется только на первом этапе. То есть до 35 дней после облета. Вы ограничиваете слабые и средние семьи для того, чтобы как можно быстрее нарастить пчелиные семьи. А сильные семьи в ограничении вообще не нуждаются, потому что они очень быстренько нарастут. И у них второго этапа развития пчелиных семей нет. Поэтому эти пчелиные семьи больше двух килограмм ни в каких ограничениях не нуждаются. Они способны себя обогреть. И у них достаточное количество молодой пчелы, которая будет выращивать расплод. Когда через 35 дней наступит второй этап, то это будет этап расширения. То есть ограничение снимается, начинаем расширять. Никаких больше ограничений. Расширять. Слабые и средние семьи расширяем поэтапно, по чуть-чуть. Сильные семьи можно расширять разово. У нее через 30-35 дней уже куча пчел в улье. Около 10 рамок пчел в улье. И много расплодов в улье. 7-8 рамок. То такие пчелиные семьи можно расширять разово и ставить полный комплект суши им. Ну или сушь перемешку с вощиной. На втором этапе слабые и средние семьи только расширяем. Когда придет третий этап, соответственно, боремся с раением. Если не наступил медосбор. В общем, такой вот ликнеп. Опять же, читайте все в книжечках. Все есть. Ну, я приблизительно раскидал на листочке, как это все выглядит. Главное в пчеловодстве все делать вовремя. Особенно, если вы ограничиваете пчелиные семьи по Блинову. Если запоздаете со снятием ограничения на втором этапе, то пчелиная семья останется маленькой. Потому что пчелиная семья должна развиваться. Матка должна откладывать яйца. У нее уже 4 рамки молодой пчелы. А вы ее оставили там на 2-3. Поэтому 4 рамки матка не отложит. Потому что некуда. Пчелиная семья ограничена. Поэтому ограничения обязательно надо снять. И начинать понемножку расширять. В зависимости от того, как позволяет вам погода. Холодная весна, 1-2 рамки расширяйте. Теплая весна, 3-4 рамки расширяйте. В общем, такое вот видео. Пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Ну, а я все-таки пойду на пасеку. Гляну, что у меня там делается в одном улье. Потому что там должны родиться у меня новые матки. И скорее всего, надо делать облетные отводки уже.